Привет, товарищи! Как вы? Это профессор. И я в своей российской футболке с Путиным верхом на медведя. И гляньте, кто этот парень. Экшн Джексон с кунг-фу хваткой. Мы собираемся повеселиться. Собираемся попробовать некоторые русские сладости, которые я получил. Не знаю, знал ли ты об этом, но женщина, которая мне все это прислала, я случайно назвал ее имя неправильно, и назвал ее плохим словом в России. А ее зовут Таня. Таня. Это клюква, которая покрыта белым шоколадом? Может, это сахар? Я не знаю. Все хотят посмотреть, как ты их ешь. Давай заценим. Посмотрим, что получится. Так ты тоже будешь скоро ВКонтакте? Да, я скоро буду ВКонтакте. Рядом с вами. И я просто хочу официально поблагодарить вас за то, что позволили мне присоединиться ВКонтакте. Это, наверное, деликатес. Это интересно. С запозданием. Ощущается клюквенный вкус. Это клюква? Думаю, да. Это реально вкусно. Да. Что думаешь? Понравилось? Да. Это необычный вкус. Я никогда до этого такого не пробовал. Необычно. Деликатес. Это правда вкусно. Ребята, это хорошо. Это сладко. Да, очень сладко. Ну что? Следующее мы пробуем это. Не знаю, что это. Может, это кофейное? Выглядит хорошо. Ну что, погнали. О, это хорошо. О, чувак. Вы шутите? Это хорошо. Потрясно. Это потрясно. Потрясные конфеты. Так. Теперь перейдем к этому. Шоколадная плитка. С миндалем, наверное. Думаешь, с миндалем? Не знаю. Сейчас выясним. Нет, без миндаля. Просто шоколад. Заценим. На вкус как темный шоколад. Не очень сладкий. Полусладкий, да. Если бы вы это готовили, например, если бы твоя бабушка делала шоколад, он бы был очень сладкий. Моя бабушка все делает с размахом. Да, это темный шоколад. Ну что, хорошо. Да, хорошо. Можешь сказать привет? Привет, товарищи. И еще как дела? Коктала. Коктала. А еще? Тавадиш. 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 Ну что, ты взволнован Россией? Я очень взволнован Россией. Особенно, когда присылают бесплатные конфеты и тому подобное. Это мои люди. Бесплатные конфеты. Как изменилось твое мнение о России? Мы с тобой говорили об этом. Простите. Сильно поменялось о России. О людях. Я имею в виду, что человек посылает тебе вещи, когда у него нет больших денег. Отправляет тебе посылку стоимостью 70 баксов. А средний доход у него может быть 400 долларов. Это должно быть скромные и трудолюбивые люди. Я считаю, что это потрясающе. С такими людьми я бы проводил время каждый день. Это люди, с которыми приятно и полезно пообщаться. Выпить чашечку кофе. Да, действительно. Они мне очень нравятся. Теперь вот это. Всегда говорю об убийстве белых медведей, потому что они меня пугают. А он у них любимый. Любимый? Да, он им нравится. Безусловно, они его любят. Это паренек белый медведь. И это делает меня плохим парнем, потому что я хотел убить его. Это как убить барни. Давай попробуем. О, что это? Отломи кусок. Выглядит хорошо. Ух ты, клево. Как дела, мужик? Что это? Давай подходи. Мы делаем довольно популярное ютуб шоу. Давай подходи. Привет. Это Бористо. Кофевар. Как тебя зовут? Меня зовут Брэд. Это Брэд. Кофевар. Он подсадил нас на кофе. Мы пьем кофе и снимаем видео. Скажи привет, Россия. Привет, Россия. Хочешь попробовать русские конфеты? На самом деле хочу, но должен отказать, потому как мы поняли. Если вам что-то понадобится, дайте знать. Хорошо. Это хорошо. Хотя нет. Мне жутко из-за них. Да ладно. Игры с конфетами. Возьми конфеты домой. Для жены. Раньше я думал о том, что русские плохие парни, пока я не узнал их. И я понял, что в действительности это не так. Эти плохие парни прислали мне бесплатно конфеты. Плохие парни. Эти конфеты классные. Очень хорошие конфеты. Я думаю, Россия похожа на некоторых американцев рабочего класса. Трудолюбивые люди. Вы знаете, что я имею в виду? Меня просто поражает щедрость людей в России. Они особенные люди. Особенные. Они в большинстве своем гораздо добрее, чем американцы. Я думаю. Я тоже так думаю. Ты знаешь, в Америке есть какая-то суета, какая-то суматоха. Люди становятся такими грубыми, отталкивают вас от себя, не пропускают в пробки. Но я не чувствовал этого от русских людей до сих пор. Ты знаешь, я думаю, что это хорошо. Владимир, бывший сотрудник КГБ, скажет тебе, что в России есть в равной степени и кретины, как и в Америке. Я просто на них не нарвался еще. Иногда они появляются, но мы быстро их убираем. Как Владимир сказал, у каждого общества есть кретины и прочее. Но вы знаете, что всегда хорошо, когда вы стремитесь общаться с лучшими людьми в обществе. Когда вы общаетесь с лучшими, вы чувствуете себя хорошо. Есть много энергии, много всяких волнующих вещей. Да, конфеты очень хорошие. Спасибо, Таня. Большое спасибо. Я очень ценю это. Я думаю, вот это мне понравилось больше. А мне вот эти больше понравились. И вот эти. Я боялся их пробовать. Да, эти тоже довольно хорошие. Может, там алкоголь есть внутри? Я не уверен. Может, просто клюква. Но вкус хороший. А вот эти отличные. Кофевара потом угостим ими. Тебе нравится моя футболка с Путиным? Футболка потрясная. Потрясная. Написано «Россия вперед! Россия вперед!» Без сомнений. А у меня вот. Супермен. Зацени мою прическу. Нормально. Нормально. Русские сделали фото жабу обо мне и Брюсе Уиллисе. Сказали, найди 10 отличий. 10 отличий? Смешно. Кто-то мне прислал видео Блэйд. Сказали, что он похож на тебя. Хорошо, ребята. Могу им быть. Я люблю Уэсли Снайпса. Он один из моих любимых актеров. Американских актеров. Правда, у него есть небольшие проблемы. У кого их нет? Это да, без сомнения. Так. Найди.